День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят, очень круто. Наконец-то высказался, что там. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Здравствуйте, добрый день, уважаемые слушатели. Программа «Встретились, поговорили» на Радио Болтком. Сегодня проведут ее журналист Наталья Захарьят и я, Олег Пека. Здравствуйте. С нами на прямой связи один, наверное, из самых издаваемых российских историков и великолепный исследователь российских архивов и руководитель Центра истории, искусств и культуры Института всеобщей истории Российской академии наук, заместитель, шеф, редактор исторического журнала «Родина» историк Семен Аркадьевич Экштут. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. И поводом для нашей встречи послужил таким, ну, информационным поводом выход новой книги Семена Экштута «Если выпало в империи родиться». Она вот буквально недавно была представлена на ярмарке интеллектуальной литературы, нон-фикшн в Москве в гостином дворе. И вот названием послужила, собственно говоря, цитата из Фапородского письма «Римскому другу». Мы поговорим действительно о судьбах Российской империи. Все это в рамках проекта «Культурная линия». И эфиры наши проходят в содружестве с журналистами медиаклуба «Формат А3». Мы заранее анонсировали наш эфир, и журналисты присылали нам свои вопросы, которые мы постараемся сегодня в рамках нашей встречи озвучить. Ну и, наверное, первый же вопрос как раз вот в тему. Россию часто увлекают в имперских амбициях. Почему, спрашивают наши коллеги-журналисты. Я думаю, что здесь... Можно отвечать. Да, да, можно отвечать. Я думаю, что здесь элементарное недоразумение, потому что под имперскими амбициями, под этим не очень благоприятно звучащим словосочетанием, понимают наличие государственных интересов и национальных интересов. Как у всякого государства, у России, у государства российского есть свои интересы. О них не принято было говорить до недавнего времени. По умолчанию, особенно на Западе, предполагалось, что этих интересов не может быть. А если они будут, они будут обязательно имперскими. Сейчас Россия заявляет о наличии своих интересов. Ну, когда я был у вас в гостях два года назад, мне задавали уже такой вопрос. Я сказал, что, как у всякого государства, у России есть свои национальные интересы. Значит, если эти национальные интересы вступают в противоречие с интересами других стран, надо садиться за стол переговоров и договариваться. Другого пути нет. Так что я считаю, что вот это обвинение России в этих амбициях, оно абсолютно неправомощно, потому что восстановление империи, особенно империи в ее прежних границах, в границах, ну, скажем так, 1914 года, это нереально. И я в России не знаю людей, которые бы стремились к этому. По всякому случаю, в моем окружении таких. Семен Аркадьевич. Да, наличие национальных интересов есть. Я прошу прощения, я просто закончу. Значит, несколько лет назад я был на очень серьезной научной конференции в Швейцарии. И там был известный историк Доминик Ливин, очень хорошо известный специалист по России. И он сказал в частной беседе, так как нечто само собой разумеющееся, ну, что такое Россия? Это региональная держава. Так вот, Россия не региональная держава. Конечно. Именно потому что не региональная держава, у нее не региональные интересы. Но была бы ошибка называть эти интересы имперскими. Вот, все, спасибо. Спасибо. Семен Аркадьевич, а то, что сегодня все чаще вспоминают о Российской империи с чувством гордости, вот, на ваш взгляд, чем это обусловлено? Только ли крахом идей коммунизма и страной советов? Вы знаете, о Российской империи вспоминают с чувством гордости, прежде всего потому, что стали доступны какие-то новые документы. Мы стали иначе смотреть на наше прошлое российское. Это прошлое, в общем-то, позволяет нам этим прошлым гордиться. Потому что, если брать российскую интеллигенцию, то в течение длительного времени на всю предшествующую историю смотрели достаточно однобоко. Если взять российскую интеллигенцию по реформенной поры, то есть после 1861 года, то всякое прошлое России было преступно, позорно, им гордиться нельзя было, его можно было только разоблачать. Ну, вспомните Чеховские бьесы, вспомните... «Страна рабов, страна господ», там все строки, которые... Да-да-да-да, и сейчас я вам точно позитирую. Это Михаил Юрьевич Лермонтов. «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы мундиры голубые, и ты им преданный народ». Вот. Так продолжалось достаточно долгое время. Когда победила, ну, Великая Русская Революция, Великая Российская Революция, или Великая Октябрьская Революция, или Октябрьский Переворот, называйте как угодно, то в течение, ну, как минимум, двух-трех десятилетий об имперском прошлом вспоминать не было принято. Его как бы не существовало. История началась с чистого листа. И восприятие образованного общества сложилась такая, ну, своеобразная, что ли, парадигма, очень люблю это слово, но туда науместно, что вот в истории России хорошо только то, что связано с именем Пушкина. Пушкин – наше все, как сказала Григорьевна. А рядом с Пушкиным шли декабристы. Значит, если какой-нибудь человек так или иначе оказывался на периферии либо декабристского движения, либо он был знаком с Александром Сергеевичем, Пушкиным, неважно как, то он становился объектом изучения. Если по геройке истории этот человек не пересекался с Пушкиным, даже если он жил в одном городе, он никого не интересовал. И в результате наше представление об истории становилось таким весьма однобоким. Сейчас мы начинаем изучать экономику России в разные периоды. Мы видим, что это была достаточно развитая, динамично развивающаяся страна, которая успешно осуществляла промышленный переворот. Да, он был на 30 лет позднее. Он начался в 1830 году, у нас в 1860, на 30 лет позднее. Но он тоже осуществлялся. В Российской империи строили железные дороги. А я хочу привести такой, с моей точки зрения, очень выразительный пример. Вот что такое железнодорожная станция? Это ведь не только касса, где были только зал ожидания. Это еще и буфет. Ну, если станция большая, это еще ресторан, там, первого класса, второго, третьего. Но, кроме всего прочего, это еще и книжный киоск. Потому что на каждой станции был книжный киоск, где продавались новинки. И, скажем, чеховские книги об этом как-то не задумываются. Они в основном продавались... Вот был такой у него сборник «Хмурые люди». Очень хороший. Его несколько лет назад издательство «Наука» в серии «Литературные памятники» выписал. Ну, как несколько лет назад? Уже несколько десятилетий. Да, я как-то так размахнулся. Так вот, Чехов печатал эту книгу тиражом тысячу экземпляров. Но каждый год в течение где-то 10-12 лет. И эти книги разлетались, как горячие пирожки, на железнодорожных станциях. То есть вот железная дорога, она становилась проводником цивилизации. И одним из проявлений этой цивилизации был книжный киоск. Вот. И вот, понимаете, то, что я вам сейчас сказал, сказать 20 лет тому назад было абсолютно немыслимо, потому что об этом никто не задумывался. А сейчас мы задумались и выяснили. Скажем, такая деталь. Вот я читаю письма Викова, художника Крамского. И он пишет, что когда появился телефон, то люди по привычке говоря «здравствуйте», кланились и как бы мысленно снимали шляпу. Ну, драгоценная деталь. Но лет 30 или 40 назад это никто бы не заметил, потому что искали классовую борьбу, общественно-экономические формации, революционное движение и тому подобные вещи. Вот и все. А когда стали к истории походить более объемно, более, ну что ли, всесторонне, выяснили, что есть очень много, чем гордиться. Не обязательно гордиться революционным движением, там, апостолами свободы, пламенными революционерами. Не обязательно гордиться Пушкиным, хотя им гордиться можно и должно. И не обязательно гордиться только декабристами. А есть много, чем гордиться. — Вот, кстати, по поводу чем гордиться, у вас в аннотации книги, вы размышляете о том, что были люди, которые служили империи, они остались в тени, к сожалению, в внимании историков, были те, кто боролся с империем, оппозиционеры. Что в разное время двигало теми, кто боролся с государством, спрашивают наши коллеги журналисты, можно ли провести параллели с сегодняшним днём? — Ну, любые параллели достаточно рискованы в истории, но некоторые ассоциации, я бы сказал, так провести можно. Прежде всего, в Российской империи накануне 1917 года было в образованном сословии среди интеллигенции было очень много недовольных людей, недовольных тем, что они будут реализовать свои амбиции. У них не хватало кругозора, чтобы соотнести свои амбиции, причём я слово «амбиции» употребляю без негативной коннотации. Без негативной, потому что у нас принято, ну, во всяком случае, было до недавнего времени, это слово употреблять всегда в негативной коннотации. Так вот, у этих людей были непомерные амбиции, и спустя полтора десятилетия после победы Октябрьского переворота, «Великий князь Александр Михайлович» – один из самых талантливых романов. Он основоположник военно-морской разведки, он основоположник военного воздухоплавания, он, значит, очень много сделал для России. Был очень толковый человек, вот недавно опубликованы его служебные записки, и ясно, что это масштабная фигура, очень масштабная фигура. Так вот, он писал, уже в Париже, он писал, что царский режим решил бы рабочий вопрос, царский режим смог бы удовлетворить запросы крестьянства, как-то решить земельный вопрос за счёт переселения в Сибирь, или за счёт, может быть, выкупа части земель. Но решительно невозможно было ничего сделать с российской интеллигенцией, где каждый претендовал не меньше, чем в министерские посты. Но не было в России такого числа министерских постов. И если говорить о сегодняшней ситуации, то да, серьёзной проблемой является, и это не только в России, а общемировая проблема, серьёзной проблемой является наличие большого числа людей амбициозных, но при этом лишённых. Я не говорю о талантах, я не говорю о способностях, это только впоследствии можно выявить. Но эти люди не всегда могут соотнести свои желания с желаниями других людей и с реальной обстановкой, в которой они живут. Далеко не всегда время предоставляет возможность для реализации способностей. Вот я недавно читал воспоминания художника Милошевского, это прекрасный художник, иллюстратор, конька-горбунка иллюстрировал дважды. Вообще очень хороший художник, я помню ещё с детства его иллюстрации. Он автор великолепных мемуаров, он был знаком с Анной Ахматой. Он полностью не реализовал свои способности. И он сказал так, что, к сожалению, время, в которое я жил, не оставило ни мне, ни моим сверстникам ни малейшего шанса полностью реализоваться. Ну, как сказал поэт, времена они выбирают, в них живут и умирают. Вот сейчас эта проблема есть. Проблема непомерных амбиций. Спасибо. Вопрос от журналиста Натальи Лебедевой из газеты «Сегодня». В последней передаче «Право знать» ваш коллега-историк, политолог и публицист Дмитрий Куликов, подводя итоги, сказал, что империя выше национального государства. Вот ваша позиция по отношению к такому утверждению? Знаете, любое абстрактное утверждение, значит, оно уязвимо. В какое время империя выше национального государства? Надо подходить исторически. Национальные государства стали появляться тогда, когда уже как минимум две могучих или три могучих империи существовали в Европе. Была Германская империя, была Австро-Венгерская, была Российская. В этот момент стали формироваться национальные государства. И в том числе эти национальные государства стали формироваться в границах прежних империй. Значит, я не знаю, применительно к какому времени мой коллега делает такое утверждение. Говорить применительно к сегодняшней реальности, к 2022 году, что империя выше, чем национальные государства, ну, по меньшей мере, не очень серьезно. Где вы видите эти империи? Говорить так применительно к, скажем, середине 19 века – это вопрос дискуссионный, потому что, да, существовали империи, и, да, стали формироваться национальные государства. Но даже Италия пыталась стать национальным государством. Это противоречило интересам Австро-Венгрии. Здесь были люди, которые утверждали, что интересы империи выше интересов национального государства. Сейчас я говорю, что это слишком абстрактная постановка вопроса. И эта абстрактная постановка вопроса, она не имеет никакого отношения к нашим сегодняшним геополитическим реальностям. Но, 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 иначе вы... Россия, как много национального государства, есть свои национальные государства в границах бывшей Российской империи. Россия не потерпит, чтобы на территории ныне самостоятельных государств создавались иностранные базы. И эти базы могли бы быть направлены против России. Вот этого Россия точно не потерпит. И в этом смысле, если называть такие интересы интересами имперскими, что не точно... Это интересы национального государства. Спасибо. Россия большая и сильная, а эти государства маленькие и слабые, и они не должны раздражать Россию. Вот это так. Спасибо. Следующий вопрос. Вот на книжной выставке «Нонфикшн», где прошла презентация вашей книги, выступал и историк, и радиоведущий в ЭТХ «Москве» Николай Сванидзе. И он заявил, вот я сейчас процитирую, «Сейчас любые критические точки отечественной истории становятся столкновением двух сил. Честной и сфальсифицированной в угоду тем или иным провластным представлениям истории по вызову. Главный бой ведется за ВОВ». Ну, имеется в виду, значит, Великая Отечественная война. Конец цитаты. И вот ваше мнение по поводу этих слов. И тут еще дополнительный вопрос. Как вы относитесь вообще к использованию ВОВ? По поводу этой аббревиатуры, да. Я вам хочу сказать, что в журнале «Родина», где я имею честь работать, с 1994 года мы объявили бой этой аббревиатуры у меня, как сына фронтовика. Само это словосочетание ВОВ приводит в сильнейшее раздражение. Это безобразие, это неуважение к исторической памяти людей, которые защитили страну. Что касается ответа по существу на этот вопрос, я не считаю, что есть вот такое противостояние между, как Сванидзе, видимо, себя причисляет к настоящим историкам, и теми, кого называют историками по вызову. Ну, нет этого. Значит, естественно, в России очень болезненно относятся к тому, что иные историки называют неспровержением мира. Поясню свою позицию. Значит, я слово «миф» понимаю по Алексею Федоровичу Лосеву, по великому философу Серебряного века, что миф – это чудо. Значит, понимаете, вот представьте себе осень 1941 года. А немцам остается один-два броска до Москвы. И вот на пути немецкой армии, которая воспринимается как абсолютно непобедимая, как вот такая железная машина, работающая по расписанию, встает дивизия, которую потом назовут «Панфиловской». И в этой дивизии 12 тысяч человек. И все эти 12 тысяч герои от… А что такое дивизия? Это три стрелковых полка, это артиллерийский полк, это дивизион, это дивизион «Катюш». И так вплоть до дивизионной хлебопекарни, дивизионного медсамбата и, прошу прощения, даже до дивизионной сберкассы. И такая есть. И до дивизионной еще почтовой конторы. Все герои, все сражения. И вот то, что они останавливают немцев, воспринимается как чудо. Журналисты используют это обстоятельство. Так рождается рассказ о 28 гвардейцах-панфиловцах. Значит, потом историки начинают говорить, что их было не 28, что какие-то вещи вымышлены, что что-то придумано. Значит, мы в журнале «Родина» не стали спорить с этим. А мы рассказали об этой героической дивизии, мы рассказали о политруке Клочкове, про его… «Россия, отступать некуда позади Москва». И мы рассказали о том, что не надо приукрашивать историю, потому что иногда действительно создавали мифы, что якобы политрук Клочков 7 ноября вместе там со своими бойцами шел во время парада по Красной площади, смотрел в сторону мавзолея. Этого не было, потому что в это самое время политрук Клочков сражался с немцами и ходил в тыл врага и брал языка в это самое время. То есть действительность более впечатляющая, чем то, что потом стали создавать литераторы. И вот сказали об этом. И мы рассказали, что политрук Клочков задолго до боя у разъезда Дубосекова был представлен и награжден двумя орденами Красного Знамени. Это 41-й год, это осень, это не бывало, это герой из героев. Он не успел их получить. Но мы подняли наградные листы, мы рассказывали о его конкретных помоях. Вот чем скажем в журнале «Родина», как мы понимаем борьбу с фальсификацией истории. Когда говорят о историках по вызову, понимаете, как говорил Лазарь Моисеевич Каганович, у каждой катастрофы железнодорожной есть имя, отчество и фамилия. Значит, назовите конкретные имена, приведите конкретные примеры работы по вызову, и тогда будем разбирать конкретно. Но я несколько отойду в сторону от этого вашего вопроса и просто приведу еще один конкретный пример, то, чем мы занимаемся в журнале, то, чем занимаюсь я. Вот есть такое имя, Ефим Артаму. В то время не считали изобретателем первого в мире велосипеда. Рассказывали красивую историю о том, как этот Ефим Артамонов на велосипеде с Урала доехал до Москвы, присутствовал на коронации Александра Первого. Александр был восхищен и даровал ему и всему семейству вольную. Ну, по некоторым рассказам еще даже заплатил 25 рублей, что по тем временам сумма была фантастическая, потому что годовой оброг крепостного крестьянина составлял 5 рублей в год, а тут сразу 2. Значит, в годы перестройки и еще раньше стали проводить анализ. Ну, велосипед этот сохранился, стали проводить анализ соответствующий, хроматографический, по-моему, он называется, и выяснили, что металл, из которого изготовлен велосипед, он более позднего происхождения, там он выплавлен в Мартеновской печи, Мартеновские печи появились там на Урале в 1776 году и так далее, и так далее. Так вот, понимаете, казалось бы, вот он исторический миф, нет никакого Артамонова, нет никакого велосипеда, вот, казалось бы, можно оттоптаться. А нет, потому что жители и Нижнего Тагила, и Екатеринбурга. Может быть, его звали как-то иначе, но был человек, который изобретал какой-то самокат, было стремление к свободе, и вот это стремление к свободе было подхвачено. Ведь когда появился Артамонов, я провел целое исследование, вот об этом написал в этом номере журнал, когда появился Артамонов, он изображен был, в романе Ольги Форш, «Михайловский замок», это 1946 год, когда у всех людей, выигравших войну, было стремление к свободе. Как написал впоследствии Борис Пасарнак в «Докторе Ижевага», что предвестие, предчувствие свободы носилось в воздухе, составляя единственное историческое содержание послевоенного времени. Оно не оправдалось. И вот Ольга Форш в образе вот этого Артамонова, который там 49 раз появляется на страницах романа, наряду с реальными историческими лицами, она воплотила вот это стремление к свободе через изобретательство, через творчество. И сейчас Артамонову поставлены памятники и в Нижнем Тагиле, и в Екатеринбурге, как я сказал. Причем человек, изображенный на памятнике, он даже визуально похож на тот образ, который создан у Ольги Форш на страницах романа. Я сравниваю это. Вот, значит, задача историка не в том, чтобы разоблачать эти мифы и не спровергать то, что устоялось, а в том, чтобы показать, как вот эти мифы бытииствуют, каков механизм взаимодействия вот этого мифа с реальностью. Вот в чем задача, историка, с моей точки зрения. Ну, вот так. Давайте следующий вопрос. А у нас в продолжение темы есть вопрос как раз. Как вы видите тенденции по созданию новых мифов о Великой Отечественной войне? Существуют ли такие тенденции? Я не вижу, я никаких тенденций не наблюдаю. Я тенденции не наблюдаю. Понимаете, миф нельзя создать. Для этого должны быть какие-то условия. Для этого должна быть соответствующая ситуация. Сейчас в обществе, ну, я говорю о российском обществе, нет потребности в каком-то чуде, особенно применительно к прошлому. Подвиги героев, они настолько реальны, они настолько впечатляющие, что нет необходимости заниматься мифологизацией. Но я считаю, что и бездумным нескоторожением того, что было, тоже заниматься не следует. Тут есть один маленький нюанс, который я хотел бы подчеркнуть. Понимаете, скажем, сейчас, благодаря интернету, благодаря телевидению, благодаря средствам массовой информации, любая новость тут же становится достоянием всех. И о новости начинают судить люди, которые не подготовлены, которые не являются специалистами, которые еще вчера не знали о существовании этих вещей. И эти люди начинают судить. Поэтому нужно крайне осторожно относиться, скажем так, к препарированию прошлого. Одно дело, когда я выступаю, скажем, на научной конференции, беседую со своими коллегами, я могу себе позволить и должен позволять гораздо больше, чем когда я обращаюсь к широкой аудитории. Потому что когда человек обращается к широкой аудитории, у него возникает соблазн сообщить какие-то такие жареные факты, какие-то такие, ну, нечто такое, чего до него никто не знал. Федалировать какие-то пикантные подробности прошлого. Мы прошли уже через это. Это была детская болезнь ливизны после долгой эпохи застоя. Сейчас, мне кажется, нужно понимать, с кем ты говоришь и когда ты говоришь. Ну, как вот Пушкин, прочитав комедию Грибоедова «Горе от ума», сказал, что ему образ сейчас не умен. Он пообщался с умным человеком Чадаевым, ну, прообразом, и потом начинает тиражировать мысли от него услышанные. А главный признак умного человека, подчеркивает Пушкин, это понимать, где ты говоришь и с кем ты говоришь. То есть четко представлять себе обстоятельства времени и места. Вот, к сожалению, сейчас многие публицисты не всегда хорошо себе представляют обстоятельства времени и места. И тем самым накаляют обстановку, тем самым, ну, как сказал один мой коллега недавно, керосинчик плещут в костер. Ну, это не мой случай. Вот таким керосинчиком, наверное, можно даже назвать еще один юбилей, потому что наверняка он вызовет очень противоречивые отклики. В этом году исполняется 100 лет образования Советского Союза. И вот спрашивает, что, на ваш взгляд, почему тема общего прошлого советских республик у одних вызывает ностальгию, а у других очень резкое раздражение и негативные эмоции? – Потому что у нас разный опыт, у нас в зависимости от возраста разный кругозор и разное восприятие. И даже любой человек, который застал брежневскую эпоху, он не может сформулировать о ней такое устоявшееся впечатление. Я могу сказать, что я застал то, что сейчас называют застойным. И мне в это время было в высшей степени неуютно, по самым разным причинам. И я не мог заниматься тем, чем я хотел. Я понимал, что какие-то лучшие темы, они не ко двору и все такое. С другой стороны, сейчас, когда я читаю документы, посвященные брежневской эпохе, они недавно рассекреплены, недавно напечатаны. Я прекрасно понимаю, что Леонид Ильич Брежнев был не героем анекдотов, как его пытаются представить, а он был незаурядным, дающимся государственным деятелем. И скажу больше того, что указ о лишении его ордена победы посмертным, с моей точки зрения, ошибочный. Потому что Брежнев, тогда, когда его награждали орденом победы, его же наградили по представлению коллегии Министерства обороны. Боевые маршалы написали. Они же не из лизоблюдства, не потому что хотели ему польстить, а его наградили абсолютно обоснованно, потому что он добился паритета в холодной войне. То есть он выиграл решающее сражение с Советским Союзом Америка. В тот момент разговаривала на равных. В тот момент Град Нахану не позволял себе никаких поужений. И это была личная заслуга Леонида Ильича. И другое дело, что в тот момент об этом сказать было нельзя. Его наградили орденом. С моей точки зрения, абсолютно справедливо. Такой вывод я делаю сейчас. Умудренный опытом делаю сейчас, когда мне известны документы. А в тот момент, когда его наградили орденом победы, мне это казалось по меньшей мере странным и казалось нарушением статута, ну какое сражение он выиграл? Какого хренового перелома в войне он добился? Так я думал тогда и так я думаю и сейчас. Просто потому что сейчас я мудрее, и знаю какие документы. Я не знал тогда. То же самое с Советским Союзом. Понимаете, я вам назову вот только такие цифры. Сейчас, поскольку говорю по памяти, могу немножко напутать. Вот из фондов потребления житель РСФСР в год получал 56 рублей. Из фондов потребления, помимо зарплаты. Ну это понятно, детские садики, путевки и тому подобные вещи. А, скажем, житель Закавказья, в частности Грузии, получал порядка 380 рублей в год. Есть разница. А житель благословенной Прибалтики получал вообще где-то 950 рублей. Вот и все. Вот ответ на многие вопросы, которые могут задаваться. Вот цифры. Они абсолютно доказательные, они абсолютно убедительные. Поэтому у кого-то это вызывает ностальгию, у кого-то вызывает озлобление. Ну и еще один пример, несколько, может быть, выходя за рамки вопроса. Я хорошо себя помню. Я был студентом второго курса. Был молодой, жаждущий знаний. И к нам в общежитие приехали к одному из студентов, родственники из Грузии. Ну, они привезли тогда, времена были, ну, не то чтобы голодные, но дефицит был. Вот они привезли благословенные горы земли. И кто-то из наших студентов спросил, а это было в общежитии, в студенческой среде, кто-то спросил, а вы не хотите Грузия отделиться от России, ну, от Советского Союза? Ведь вы будете независимым государством, у вас есть выход к морю, у вас такая благословенная земля. И вот пожилой грузин, умудренный опытом сказал, слушай, дорогой, что мы будем делать? Вино друг другу продавать. Потому что он мудрый человек, он понимал, что мандарины, это, конечно, хорошо, но мандаринами, значит, питаться не будешь. А в тот момент, я просто для справки, у меня хорошая память на цифры, понимаете, килограмм картошки в магазине стоил 10 копеек. Ну, она была плохая. На рынке 30 копеек до рубля. А килограмм мандаринов в магазине был рубль 80. А на рынке и 3, и 5 рублей просили. Ну, я думаю, что я ответил на вашу вопрос. Да. Семён Аркадьевич, в журнале «Родина» заместителем главного редактора, которого вы являетесь... Шеф-редактора. Шеф-редактора, да. Да. Многие учителя используют ваш журнал как учебное пособие на уроках по истории и по литературе. Расскажите, пожалуйста, немножечко нам о вашей рубрике «Открытый урок». Педагоги, в частности, интересуются, можно ли найти материалы в интернете. Значит, материалы в интернете найти можно. Я вам могу сказать, что ваш покорный слуга не далее, как две недели тому назад провёл открытый урок для учителей Урала. И я рассказывал о графике Милорадовиче, рассказывал о восстании декабристов. Я опубликовал материал. Ну, значит, исполнялось Милорадовичу пару месяцев назад, ему исполнялось 250 лет. Такой очень красивый юбилей. И поскольку «Родина» — это журнал, где публикуются самые свежие новости о прошлом, самые свежие новости о прошлом, я провёл некоторое расследование и выяснил, что граф Милорадович вовсе не был таким фанфароном, как его изображают, что он абсолютно не был малообразованным человеком, как его пытаются представить, потому что он закончил в европейских университетах. Он слушал лекции Канта. Но слушать можно по-разному. Так вот, я соотнёс высказывания Милорадовича в разные годы его жизни с теоретическими работами Канта и установил абсолютно доказательно, что, по сути, Милорадович на языке, понятном своим солдатам, излагал основы кантианства. Это абсолютно доказательно. Так получилось, что... Ну, я закончил философский факультет, и понятно, что Канта я читал. Но философы не интересовались Милорадовичем, а историки, в общем, не задумывались о том, что этот человек может быть следователем в немецкой классической философии. Так что мы проводим такие уроки. И я думаю, что каждый месяц мы будем проводить. И ситуация очень простая. Если у учителей есть какие-то конкретные вопросы, пусть они пишут, пусть задают вопросы, пусть эти вопросы формулируют. И мы... Ну, я не гарантирую, что на все вопросы, но на какие-то наиболее интересные мы будем отвечать. Ну, вот сейчас, 2 февраля, будет 300 лет Петровской табели о рангах. Вот я подготовил соответствующий материал. Он будет опубликован в февральском номере Родины. И, возможно, я проведу открытый урок для учителей, потому что не только школьники, но и учителя не всегда разбираются в расплетениях табели о рангах. И они как бы не всегда понимают семантику того же Гоголя. Почему майор Ковалев, ну, майор в кавычках, колледжеский ассессор Ковалев, почему он себя называет майором. И с чем это сопряжено и так далее. Семен Анатольевич, а формат, во-первых, куда писать учителям и как можно записываться на эти открытые уроки? Ну, как можно записываться, мы обычно сообщаем, просто заходите на сайт журнала, и там есть соответствующая информация. Опять же, на сайте журнала указаны все реквизиты, по которым вы можете писать. Да, спасибо. Значит, ну, как бы, уходя в сторону, расширяя рамки вопроса, я могу сказать так, что вот когда 8 лет тому назад журнал перезапустили, и из такого сугубо исторического сделали историко-публицистическим, расширив тем самым аудиторию, потому что до этого было 8 тысяч подписчиков, сейчас их 25 тысяч, ну, иногда 24 с половиной, вот так вот. Просто за счет коронавируса вы понимаете, что люди меньше выходят из дома, соответственно, меньше посещают киоски, где продается журнал, и, соответственно, ну, на несколько сот экземпляров подписка может упасть. Так вот, первоначально мы с шеф-редактором журнала Игорем Александровичем Коцем, практически каждый месяц, иногда раз, два месяца ездили в регионы, и встречались с учителями, встречались с читателями, и собирали информацию, что нужно людям. Потом мы, ну, есть здесь достаточно сложно, у нас журнал, мы стали вести вот такой вот видеоразговор с учителями, бывало несколько городов, и тоже стали с ними беседовать, но за счет разницы по времени это не всегда удобно, потому что, ну, вы понимаете, в Москве может быть три часа полудни, а где-то уже семь часов вечера, и люди уже ушли с работы, и не всегда можно было это синхронизировать. Но мы тоже встречались, сейчас вот мы стараемся идти в ногу со временем, и проводим вот такие вот открытые уроки, поэтому пишите нам на сайт, если ваше письмо нас заинтересует, мы проведем соответствующий урок. Я хочу сказать, что мы реагируем на письма, во всяком случае, когда меня попросили провести расследование по поводу одного безымянного разведчика, который погиб под Воронежем, то я такое расследование провел, и, значит, ну, какие-то результаты получил. Мы это делаем. Спасибо. Да, еще вопрос, он связан с первым как раз январским номером журнала «Родина». Как соотносятся мифы и факты в истории России? Там как раз обсуждается, и существуют ли, на ваш взгляд, мифы, которые создавались преднамеренно, чтобы очернить и исказить образ России? Поскольку я вам сказал, что мифы, с моей точки зрения, это чудо, то если создаются так называемые мифы, которые должны очернить Россию, то это не мифы. Это, ну, как сейчас говорят, фейки, это заведомо недостоверная информация. Ну, наверное, враги России создавали какие-то в эпоху наполеоновского вторжения было сфальсифицировано так называемое развещание Петра Великого. Явная фальшивка, где говорилось о имперских захватнических планах России. Да, это было, идет, дело в том, что, возможно, историю последних нескольких столетий, ну, трех столетий, начиная с Петра, нужно будет переосмыслить под углом зрения ведение информационной войны. Информационная война, горячая война может завершиться, может быть заключен мир, а информационная война продолжается. Вот она была. Вот, кстати, великий русский поэт Федор Иванович Тючев был, может быть, первым русским интеллигентом, который понял необходимость ведения информационной войны. И вот он даже предлагал создать соответствующую структуру. ну, так, до дела это не дошло, но такую структуру он создать пытался. Скажем, Михаил Васильевич Ломоносов, ну, скажем так, выдающийся русский поэт и великий ученый энциклопедист, между прочим, был мастером информационной войны. И его оды, посвященные императрице Елизавете Петровне, это определенные информационные акции. Ну, об этом нужно, я могу лекцию прочитать. Так что это не сегодня началось, это было всегда. Ну, я имею в виду императорский период, ванна Грозного, там все было немножко сложнее. но, как только появились газеты, как только появилось средство массовой информации, как только появился телеграф, которого князь Вяземский называл всемирный сплетник, так началась информационная Ну, или эти воспоминания послов Маркиза де Кюстина, книга, в частности, которая переиздавалась очень часто. Семен Аркадьевич. Да, это элемент, ну, я понимаю, де Кюстина можно назвать величайшим мифотворцем, но это миф со знаком минус. Потому что для меня все-таки миф это чудо. Да, пожалуйста. Наступивший год у нас пройдет под знаком 2022, пройдет под знаком 350-летия со дня рождения Петра I. Вот известно ли вам что-то, как будет отмечаться юбилей первого российского императора? И если можно, сразу же в продолжение темы вопрос, связанный с мифом о Петре I и Латвии. Потому что именно при Петре I Россия получила территории Прибалтики. И во многих источниках упоминается информация о том, что Петр I купил на территории эти территории у шведской королевы. И называется сумма даже 2 миллиона рублей. По нынешним меркам это около 350 миллионов долларов без учета процентов. Другие источники утверждают, что это миф. Не планируется ли в рамках ваших интересов историческое расследование на эту тему? Понятно. Я хочу сказать, что мы, начиная с января, мы это журнал Родина, начиная с января даем информацию о Петре Великом. Публикуются статьи и весь 2022 год в каждом номере будут материалы о Петре. Плюс, когда будет праздноваться 350-летие, в мае весь номер будет посвящен Петре. Вот как раз еще за пару часов до того, как я готовился к вашей передаче, я писал статью, которая условно называется Дым Отечества, писал о Петре, о Петровской эпохе. Ну, сейчас я не буду раскрывать содержание этой статьи, потому что она еще не завершена, но мы планируем интересоваться этой фигурой. Расследование мы обязательно проведем, и я вам хочу сказать следующее. Это не миф насчет того, что территории покупались. Целый ряд территорий, которые Россия, императорская Россия получила, они были куплены. И, скажем, город Батуми, город Батуми, он был куплен у Турции, он не был завоеван, за него было заплачено русским золотом. И то же самое в Прибалтике. Я сейчас не могу точно вам по карте сказать, но то, что да, были заплачены деньги, да, то, что сумма была 2 миллиона золотом, да, она была заплачена, это так, из русской казны, это под эти русских мужиков. Это не миф, это правда. Какая конкретная территория, где и что, это я вам сейчас не скажу, этим надо заниматься специально. Но если взять всю российскую историю, то случаи, когда мы те или иные территории, даже уже завоевыванные, мы за них потолще платили золотом, это да, это не единичный случай, таких случаев достаточно много. Ну, скажем так, они есть. Спасибо. У нас тут буквально остается, нам показывают совсем, осталось очень мало времени. Вот какое событие вы считаете самой главной трагической ошибкой в истории России последних столетий, что помешало России занять лидирующее место в мире? Легко. Это 1876 год, объявление мобилизации, когда Россия вступила, и через где-то полгода мы вступили в войну с Турцией. Значит, в итоге мы освободили Болгарию, Болгария отплатила за свою благодарность. Так вот, в данном случае и Александр второй, и военный министр Милютин, они прекрасно понимали все те риски, которые сопряжены с мобилизацией, но тем не менее они не смогли поставить вот такие государственные интересы в большом времени истории выше своего оскорбленного самолюбия. Вот если бы Россия не вступила в войну с Турцией в 1977-78 годах, она бы по темпам своего развития далеко бы обогнала остальные страны и сейчас была бы ведущей страной мира. Это развилка, трагическая развилка мировой истории. Спасибо. И, наверное, последний вопрос, да, успеваем? Ну, буквально минута у нас остается. Да, с точки зрения историка, вот как бы вы охарактеризовали период, который переживает сегодня Россия? Россия переживает период возрождения, как сказал в свое время князь Горчаков, сосредотачивается, Россия сосредотачивается, осознает свои интересы, прекрасно понимает, что у нее есть только два союзника, как говорил Александр III, армия и флот, и эти два союзника помогут России защитить ее интересы. Спасибо. Спасибо большое. Да, историк Семен Аркадьевич Экштуд сегодня был с нами на прямой связи. В программе встретились, поговорили. Благодарим за время и до новых встреч. Спасибо, хорошего дня, всего доброго. Всего доброго.